...который за месяц залетал 6 раз у DC, и он ещё не раз он не проигрывал. Рубик, который, как бы, самый пикабельный герой у команды DC, это восемь пиков за последний месяц. И получается у нас ещё и Пуш залетал 5 раз, и он 4 катки выиграл, так что вот так вот, знаешь, и подворовали, и подбанили, это грамотно, так что ППД подошёл к матчу со всей ответственностью. Ох ты, а тут Мипо. Микпаря. Микпаря забирают, вот так вот. Так, ну Мипо мы, в принципе, видели, мы видели, по-моему, его на дотапите, как раз таки, ну и не сказать, что там прям вот настолько сильно впечатлил этот персонаж, хотя для многих команд до сих пор является вообще, можно сказать, одним из опаснейших оружий. Так, я всё пытаюсь. Нет, ну у меня... Не хочет, не хочет, ладно, тогда будем смотреть вот такие, некрасивую доту будем смотреть. Ну вот, знаешь, осталось чуть-чуть добрать героев. Ну да, у меня просто внутренний перфекционист разбунтовался. Никс Ассасин забирают в анд тем временем. Ну, знаешь, весьма интересно то, что у нас сейчас PPD является SEO-директором у ЕГЭ и играет. А вот если он пройдёт и как там он будет дальше исполнять, будет ли он возвращаться, будет ли он играть квалы на мажор киевский, который уже начинается через месяц. Ну, честно говоря, для начала хотелось бы, конечно, посмотреть на результаты вот этой вот команды. Есть здесь неоднозначные такие игроки. Ну то есть, если посмотреть вот прям вот QO, что мы о нём знаем. Вроде бы игрок с одной стороны хороший, но такой очень нестабильный, скажем так, взрывной. То есть может это как в плюс, так и в минус работать. PPD, да, это такой, ну, очень, можно сказать, расчётливый игрок и надёжный, как правило. Но, тем не менее, Dota это всё-таки командная игра. GEO, в принципе, ну, то же самое, что и АQ, можно сказать, плюс-минус. Борис, как я понял, тоже такой же парень, который там где-то срывает джекпоты на... Но он катал в команде X-Mike в Freedom. Ну, там, в принципе, ну вот Freedom шли, так сказать, там примерно третьими-четвёртыми по Америке. Когда ещё там DC не блистали. То есть там были у нас, получается, ЕГЭ, колы и там примерно Freedom дальше шли. Плюс-минус. Одна позиция в рейтинге Америки. Ну и бан, в принципе, у нас Тинкера. Ну, на самом деле, интересно, чем свой пик доберут? Тускаром. Это такой сноубол с мипарями? Это сноубол. Сноубол-стратегия, причём в прямом смысле этого слова. Но, честно говоря, не совсем понятно, что это за туск. Давненько его не было видно. Но здесь есть вот уже два таких ультимативных подсейва, против которых ничего не сделал. То есть это Shadow Demon. Невозможно и с героем ничего сделать, когда он в дисрапшене. И то же самое сноубол. Ну да, получается весьма неплохо. Так, ну и, собственно, последний пик. Не хватает какой-то соло-мид позиции, насколько я понимаю. И мне кажется, какой-то SF вырисовывается очень неплохо. Ну, забирают себе OD. Тоже такой массовый прокаст, очень жёсткий. Конечно, предпочитают многие команды брать SF против MIP практически сразу. И его банят. Но здесь посчитали, что OD интереснее. Хотя герои в чём-то очень похожи. И один, и другой не мобильные. Но разве что OD всё-таки есть такой Escape в виде Астрала. Решили взять его. Заканчивается драфт первой карты. Напомню, что квалификации проходят по системе GSL. То есть две группы у нас. DC, Wanted, Call, Freedom. Первая группа. NP, SG, Infamous и Onyx. Вторая группа. Соответственно, по GSL-системе 4 команды по 2 из каждой группы выходят в плей-офф. И там уже определяют судьбу единственной квоты. Напомню, что до этого у нас прошли китайские отборы, на которых IG, Vichy Gaming Junior отобрались. И кто-то ещё через плей-офф прошёл. IG Vitality и LGD Forever Young. То есть там, по-моему, 4 квоты было. Да, там было больше. G прошли весьма удивительно. Опереди многие коллективы, которые, ну, объективно, были сильнее по сезону. Но как-то вот так G после нового года подсобрались. И, наконец-таки, Rootikea куда-то поедет. Потому что там были первые матчи, когда состав собрался у Rootikea. Они играли квалы на Cruis Cup. И там всё было очень хорошо. Потом как-то не заладилось в финале WinRow. Упали в лузера, проиграли, не поехали. И дальше как-то совсем ничего не ладилось. Rootikea сейчас поедет. Ну да. Были, во всяком случае. На самом деле, знаешь, там была статистика по заработанным деньгам. И, допустим, вот LFY заработали в разы больше, нежели Rootikea компания. Хотя, на самом деле, заработать больше, чем ноль, не так уж и сложно. Ну, там, в общем, не пошло. Не пошло, но надеемся, что Rootikea сыграется. Всё-таки они там команду себе добрали связку Finliner FY. Эта связка очень сильна. Там интересно. Ну, в принципе, посмотрим мы Китай чуть позже. У нас уже Америка. Ну, вернее, мы уже не посмотрим Китай, мы только на Daki уже посмотрим. Ну, да, я это имел в виду. В общем, что хочется сказать ещё. Ну, то, что, конечно, неплохо было бы не терять мысль. Это хорошее, в принципе, качество. Жаль, мы им не обладаем. Да, начинается у нас игра. Сейчас посмотрим, какие... Ну, в самом деле, варды Висима интересный поставил у нас Мунминдер. Такой прям глубокий, далёкий. Я таких и не видел в начальных вардов. Забежался, да. А, кстати, у нас будет стоять он 1 на 1, уста, на линии. Борис против Мунминдера. Любимый игрок Смайла, Мунминдер. Да, ну и он будет играть против Никс Ассасина. Конечно, с одной стороны, не самый лучший боец Никс Ассасин против Дарксира. Но в начале, если, в принципе, получит свой левел, то будет ему попроще. Взял себе один щиточек, взял себе побольше регена, вот этот манго. 5 регенов в секунду, вполне себе неплохо. И начинает сразу же бёрнить Дарксира, понимая, что... Ну, в общем-то, это самый эффективный, наверное, способ вначале с ним справиться. На центральной линии у нас Мипа против ОД. И здесь Кио, ну, пока что чувствует себя неплохо, но посмотрим, как Виха вообще себя покажет. Вот, конечно, была проблема на Дотапите с тем, что Мипаря не смогли показать так, как хотелось, в общем-то. Так, ну и сверху у нас Чейси на Вивере. И его страхует ППД. И вот как раз тот самый паджик Аджей, который не попал куком в стоячего крипа только что. Ну, ничего страшного. Ну, бывает. Бывает. Да. Ну, всякое случается. Он скоро... Ну, это первая игра, как бы. Перестреляется, да, и будет уже попадать. Да, посмотрим. Я, кстати, так и не вспомню Игора в ППД вот на Рубике. На самом деле, за карьеру он сыграл всего 30 матчей на Рубене. Не так уж и много. Ну, в основном его... Не самый такой прямо его герой. Да, в основном его позиция, он очень похож вот по своему игровому стилю на какого-то Флая, Пупея. То есть, какие-то такие суппорты. Может быть, даже вот такая вот позиция, но даже скорее не какие-то дазлы, как у Флая мы видим, постоянные. А что-то вот такое габлаковское, типа тренд протектора. Ну, что-то толстое, плотное такое на позиции пятого спорта. На самом деле, у него тренд топ-1 герой наравне с Эмкой, по 98 пиков за карьеру. Ну, вот, да. Залетало. Хотя Дазл тоже, знаешь, у него весьма такой... Его герой, потому что он был пикнут 91 раз. Так что на дазле он тоже частенько залетал. Ну, да, вот Рубик такой. Менее такой профильный герой для ППД. Ну, посмотрим, что будет в этой игре. Мип, тем временем, у нас ходит, забирает баунти-руны. Это, кстати, весьма важная часть, мне кажется, при игре за Мипу, учитывая, что у тебя несколько героев и баунти-руны огромное количество. Тем временем готовится какая-то атака. Ну, нет, здесь скорее на страховке стоит Сакс, а Мизери. Резолюшн фармит, вытягивает Мизери. Спрятал одного персонажа. Пытаются сейчас его забрать, но нет, это слишком жестко было. И еще нападение на Сакс, который тоже подставился. Пошел Сноубол, но грамотно накатывается в крипа и выживает. Да, чувствуется, что на этой линии, если хорошо все будут делать игроки, вон-то, то у них может быть большое преимущество, потому что обороняться. Вроде бы два подсейва, но эти подсейвы, они скорее где-то в поздней стадии игры уже начинают решать. Конкретно на линии такие себе подсейвы, в общем-то. Все равно ты оставишься на месте, ты никуда не можешь убежать из-за дисрапшена. В Сноуболе еще нужно грамотно закатиться. Так что здесь некоторые проблемы у DC. На самом деле, очень неплохо у нас там, видно, стоит Кьо. 21 на 11 против 10 на 3 у Мипаря. Да, вот опять Мипарь страдает. Раскрыться. Еще и прячет, не дает ему пуфтса. Еще и дамажит, потому что второй Мипарь подходит. Ну, дэмэдж здесь, наверное, это такой второстепенный, но тоже неплохо. Самое главное, что стоит очень хорошо. И действительно, крипов много. Но, в свою очередь, и Мунминдер стоит очень хорошо, как мы видим. И против Бориса он, пока что, свою линию выигрывает. 22 на 4 против 14 на 1. Причем, ну, схожая статы. Но я бы сказал, что для Дарксира это тоже достаточно очевидно было, то, что эту линию стоит хорошо. Все-таки Никс не самый лучший боец на линии. Он может неплохо постоять, но как-то переденает Дарксира или вообще его убить на ранней стадии практически нереально без ассиста. Ну, да, с Кимелишник. Все-таки против Айншелла не стоять неприятно, хоть и регион у него солидный 5-3, но все же 1-1 здесь не победить. 5-3 против 70 урона в секунду Айншелла. Ну, да. Так и есть. Выход от Жио. Солид от Жио снова на топ выходит. Хук. Но сейчас не точно. На развороте попытки напасть на Жио. Решили погрессировать. Ну, фейтболт. И здесь уже виверы. Кажется, сейчас могут поплатиться. Сноуболе закатывается. Сбивают пока что жучков-пучков. Закатился Сакс. Друзья, все же Саксу. Сакс все очень сейчас будет больно. Сакс погибает. Ну, а Резоль пока размонсил. Ну, в итоге 2 фрага уже делают на этой агрессивной линии у нас, товарищи. Пи-пи-ди. Да, очень хорошая линия. Ой, отличный хук по Резолюшну залетает. И Резоль сейчас пресс-поверху, хотя садились по цели. Тут Мипа еще есть. Кстати, он у нас с ДДшкой. И как-то слишком рано я походил Резоля, потому что очень вовремя здесь оказался по итогу Мипарь. Ну, так, перетянулись сюда Мипаря, в общем-то, да, вовремя поняли, что нужно отступать. Очень так сразу оценили здравую ситуацию. Но пока что все то, о чем и говорилось ранее. На этой линии очень тяжело стоять DC. У них немобильные персонажи. Шадоу-демон. Ну, Туск более-менее только. Шадоу-демон Луна вообще никак. Здесь же и Вивер, которого очень тяжело поймать. Здесь же есть Рубик, который может телекинезом очень здорово обломать всю атаку. Ну и, конечно же, Пудж. Такой плотный герой, который может вытянуть и своего персонажа какого-то. И вражеского поставить в тяжелую ситуацию. Да, пока что верхняя линия явно опаснее выглядит у команды Вондад. Но хотелось бы отметить Крепстаты. Все-таки убивать на этой линии не получается, а Луна фармит. Луна фармит, причем фармит она значительно больше, чем Вивер. То есть, как бы она там не выглядела, эта линия опаснее или нет, извлечь из этого какой-то толк очень тяжело. И не получается у команды Вондад. Ну да, там убили двух суппортов. Резоль все-таки не погиб в этой атаке. И переформил, в принципе, солидно здесь Вивера. Вивер явно Крепост здесь не дофармливает. И это проблема будет для этого Вивероса. Учитывая то, что там Луна еще и при поддержке Шадоу Демона. Да, Луна, в принципе, значительно быстрее фармит. И сейчас может очень здорово разогнаться. После покупки Доминатора будет ее остановить крайне тяжело. Туск перетягивается на нижнюю линию. Здесь же у нас Путш. Путш находит Саксу. Пошел Хук. Ставится стенка Джио. Пытается убежать. Сноубол очень неплохо на Рубика. Рубик поднимает Сакса. Суши и Пепдимирс. Сгорит там под двумя аншелами. На самом-то деле подловили здесь у нас еще и Бориса. Но Борис уходит в инвиз. А детекшена не взяли. Да, неуязвимость уходит. Снова атака заклепнулась у команды. У Вонтед как-то снова не задалось. Вроде бы напали, вроде подловили. А потом оказывается слишком много героев вражеских рядом. Но все-таки подсейваете, играют свою роль. Потому что в прошлой атаке у нас был дезрабшин, который дал время, чтобы стянуться. Сейчас был Сноубол, который тоже дал время на перетяжку. И вот, не получается, должно сделать размен в такой атаке. Ну, в общем-то, здесь обоюдная атака была. И просто больше игроков было у DC. Так, Мизери. Мизери провожает. Подкоп пошел, но тут минус. Мизери. Обнаглял. Борис ушел ставить, не дошел. Бывает. И уже все стянулись на нижнюю линию. Здесь нужно играть аккуратнее. Чтобы Дарксиру не отправиться в таверну. Перетягивается сюда Вивер, начинает фармить. Ну, что можно сказать. Начало абсолютно точно за командой DC. Мипа выровнял свой крипстат против ОД. При том, что Луна опережает Вивера значительно. Более чем в два раза. И Дарксир также очень сильно опережает Никс Ассина. Огромное преимущество DC по крипстату. И, в общем-то, в целом по игре также у них все хорошо. Мизери. Находит в очередной раз. Ловит хук. И... Должны его сейчас забирать. Сбирают. Следом это еще не все. Потому что есть Никс Ассин рядышком. Нет. Мипа вовремя ушел отсюда. Понимая, что... Ни к чему оставаться в месте, где есть четыре соперника. Совершенно никакого толку не будет. Можно только умереть. Действительно. Если бы остался, скорее всего бы погиб. Сверху... Сейчас тут у нас здесь Виху. И Виха подставится. Сейчас, как сказать, у нас под Бориса. Хук сверху. И, на самом деле, очень тяжело будет идти отсюда Вихи. А подков пошел. Пуш его пока подтравливает. Джио, хук. Отлично. Ну и, в принципе, минус Мипарь. Куда-то он далековато зашел. На самом деле, вот, на самом деле, вот, на самом деле, вот, пуш очень хорошо так разгоняется. Учитывая то, что у него уже две тысячи нетворса. И снизу. И снизу Мунминдер. Заигрался Мунминдер. Мунминдер и побладятся. Ну, жучки очень больно нагрызают. Слишком много урона залетает от такого Вивера. В общем, сказочка о том, как за две минуты игры слить все свое начальное преимущество в исполнении DC. Отдали всех ключевых героев, кроме Луны. На миде пытаются сделать какую-то вылазку. Но здесь больше вражеских героев. И они гораздо сильнее. Но вот так вот уже интереснее. Не успевает Shadow Demon дать Disruption. Но и также Мисс Коммуникацион с Пуджом заходит. Никс, неплохие карапасы. Все выживают. Но сейчас должны будут добивать. ОД остается в тяжелейшей ситуации. ОД забирают. Каким-то образом ППД спасся. Хотя казалось, что он не должен уходить. Резолюшн не дотягивается до него бимом. Забрали ОД. Неплохо вовремя перетянулись. Но отдали вышку. Получилось там подсаливай отхилиться у ППД. Но на самом деле вышку тут спушить будет сложно. Там и Глиф был. И как-то это не особо-то надежно так сражаться. Учитывая то, что до ОД осталось там сущие секунды. Решили отступить. Хотя на самом деле в это время у нас там Чиси фармит на линии. Конечно, был фраг на ОД. Но вот Вивер потихоньку подфармливает. И потихоньку пытается сравняться с Луной. Ну, это, конечно, жалкие попытки, учитывая скорость его фарма. Но тем не менее, вот как сказал один из наших аналитиков, у ДС все очень хорошо в играх, где Резолюшну, цитирую, дают завести соляры. Ну, в общем, здесь все выглядит именно так. Потому что у Резолюшна очень все хорошо. Он отлично подключился к атаке. И Луна это, ну, не сказать, что такой герой, который там может разносить в соло. Но здесь ему создали такие условия. И сейчас еще будет выход на Кью. Кью ошибается. Но троллем мажет Резолюшн каким-то образом. И все-таки ОД сейчас будет погибать. ОД погибает. Здесь же параллельно выход. Нападение. Пуджа. Пудж дает дисмембер. Луна также очень бита. Это может быть ошибка. Пытаются забрать Мипаря. Сначала Мипарь живет. Мипарь погибает. Остается Луна. Луна пытается разменяться с Джио. Какой хук. Да, хук, конечно, не очень хороший. И в этот момент скидетики и тролль добивают Пуджа. Ну, никак получилось. Ой. У меня немножко тут микрофон слетел в доте. Я его сейчас построил. Сошел с ума. Да, но он не сошел с ума. Просто определился не тот. Я понял, что проблема. И ее пофиксил. Выход на верхнюю линию. Очередной. Несмотря на то, что только что здесь была атака, остается Никс Ассасин. Ну, должны прекрасно понимать это. Точка засады у Бориса. Кстати, Мунминдер подставился по Дайн Шелл. Кстати, очень хорошая контра от Нюкс против Дарк Сира. Учитывая Дайн Шелл на крипак, на котором был заюзан данный спелл. А тут еще и хук залетает сверху по Тусику. Но Тусик снова у нас скрывается. Вроде бы неплохая была цель для того, чтобы скрыться. Но, увы, слишком много героев здесь находится. И просто потихоньку разваливаются герои команды DC. Это уже десятый фраг для Вонтед в этом матче. И, кстати, вот вышка у нас пойдет. Первая вышка. Вернее, вторая вышка уже у DC. Грубейшие ошибки от команды DC. У них стоял вард. Они абсолютно точно понимали, что здесь большое количество героев соперника. Но сперва подставляется Мунминдер. Это выглядит как байт. Следом подставляются все остальные герои. Вместо того, чтобы начать отступать. Они что-то стоят и ловят хук. В общем, в DC такое ощущение, что у них периодически, я не знаю, там контузия какая-то у них случается, оглушение. И они теряют ход игры. Потому что вот просто отдали на ровном месте три фрага и вышку. Это огромные деньги. Это просто вернули все преимущества, которые заработали. Ну да, в этом как бы особо-то и не было. Там максимум ввели 1600-1800 голды у нас в DC. Ну потому что до этого отдавали преимущества. Да, они вроде бы в топе находятся, но там суппорты. И очень так, очень плотно подфармили, считывая, то, насколько мало у нас заработали за эти 13 минут мизери на пару с Тускаром. Ну вот как раз есть хороший фарм на линиях. Это вот три героя. Но при этом совершенно ничего не получается в драках. Последние там пару минут. Да, в начале что-то более-менее получалось, но сейчас уже нет. И мы видим, что потихонечку восстанавливается Ванта. Ну нужно прекратить DC, совершать такие ошибки абсолютно какие-то невынужденные и нелепые. Можно было вполне спокойно отдать вышку, идти фармить. И они должны это прекрасно понимать. Но вот сейчас попытаются подраться 5 на 5. Рубик, Рубик торгует лицом. Рубик видит Даркс, да? Тут Питер поисчекает. Тусика вытягивает. Там еще и хук был у нас по Саксе. Саксу пытается так скушать не получилось. Там, кстати, Мун потратил в итоге у нас стенку и вакуум. Но это была не комбинация для того, чтобы спасти здесь Саксу. И в итоге погибают уже два героя команды DC, Резоль погиб. Это большая проблема. Но здесь есть у нас Виха. Виха сражается. Есть у нас пока по С и в ОТД. Виха пытается пока раздамажить ОТД по таймингу, но не получилось. Добить здесь все-таки Кьюон. Ну и на самом-то деле потихоньку кайтят. У нас здесь Мипаря подкоп пошел. Но слишком уж сложно убить Дарна товарища. Это то, что у него уже есть Драгон Лэндс. И сверху еще и куплен был у нас Огреклаб. Потому что он весьма толстый. И Кьюон пока решил поформить здесь. Почему-то иллюзий, чтобы его там позамедляло. Вродом вписало. Но в любом случае никто у команды Вонте здесь не погибнет. Да, не самая выразительная игра от обоих коллективов. Но тем не менее выход Вихи на Рубика. Ну и Пиди здесь погибнет. Все-таки Виха его зарубил под двумя эншелами. Мипаря это страшнейшее оружие. Параллельно с этим Мизери забирает Никс Ассасина. Который также обнаглел и залез куда-то слишком далеко. Но в целом, если бы не вот эта отдача, драку провели очень хорошо у Вонтед. Спаслись из-под всех спилов. Смогли забрать соперника. Да и все равно я бы сказал, что они в плюсе. Потому что самое главное. Вивер потихонечку достает Луну. А УД уже у нас на третьей позиции вплотную приблизился к Луне. Ну да. У нас там Вивер, если что, в инвизе. Он там руну подобрал. Отжал ее Рубика. Мог бы, в принципе, и Рубика спасти той руны. Ну да ладно. Но сейчас можно сделать фраг на Саксе. Джио готов хукать и Саксо пока тут что-то чувствует. Но нет. Все-таки его выхукали. Ну и далеко отсюда он не уйдет. Есть просто Marlous Punch. Есть урон. Кстати, отдает у нас еще и PPD здесь Snowball. Кстати, отлично будет пассивить теперь у команды Вонтед на следующую драку. На центральной линии. А также у нас Виха уже вышел за Кьо, но Кьо пока размонтил. Пуш начинает нас кушать здесь. В Виху есть вакуум, есть кукраски по Вихе. Виха очень бит, но есть Мекан. На самом-то деле, Мипаря здесь можно этого зафокусить. Его с Сюрджом ускоряет, пытается открыться от Чизи, но Чизи не отпускает. И как-то... Один Мипчик остался, Мипчик. Мипчик погибает. Проблема. Да, в итоге минус пуш, но все-таки убили Виху. Это главное. Жаль, кажется, Тавар упал, а он был... Нет, он не был заданен, просто упал. Ну опять размен такой мидера на Тавар. Как и в прошлый раз у нас отдавали вон тут своего мидера в размин на Тавар. Но здесь Виха просто немножко далековато зашел. Всем Мипарями спастись успел. Остался один, который залез куда-то слишком далеко за ЛД и поплатился. Потерялся, бывает такое. Кстати, у нас там Сакс снова в опасности. Вард поставил, но все-таки за ним там прям выехали солидно так. Но похоже все-таки успел скрыться, хотя есть форстап. Есть форстап, но Саксу не увидели. Все-таки ночь в дворе, вот день наступает лишь сейчас. Есть у нас информация у DC. Благодаря этому варду от Саксы. И готовы тут давать бой, похоже, у нас DC. Так, ну опять Мунминдер подставляется. Но на этот раз его сейвят. Это такая своеобразная инициация. Ай, Фунда едает нас по Резолю. Это очень опасно, чтобы был потрачен у нас здесь и Сноубол, и Дизрапшин. Но все-таки... А нет, Сноубол у нас имеется вот уже. Потому что спасли у нас здесь Резоля. И похоже у нас драка 0 в 0. Стандартная драка. Хотя нет, у нас все-таки Виха врывается в файт. Погибает у нас Рубенчики и решили дальше сражаться. На самом деле очень битый Резоль там. Проживается от него ультимейт. Поймали чистив сеточку, чистив таверну. Ну и Резоль очень битый, но его подсейвили. Резоль выживает. Какая хорошая драка у нас. Команды DC погибает лишь Саксо. И Кьюо здесь гонят. Кьюго. Вот у нас сетку Кьюо погибает. Кух неточный. Все-таки хотел подсейвить. Здесь пушил тиммейта, но тиммейт решил себя сам сейвить. Ну а Виха таких не отпускает. Да, тут у нас еще и оказывается рядом. И Монмидер это ультра килл для Вихи. Вот он. Его Мипарь. Ну здесь конечно Мипарь зашел очень неплохо. И слишком много промазали скиллами в ключевые моменты игроки. Ваунтед выжила в итоге Луна Ла 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 ХП. Тут же Мипа. Не смогли с ним ничего сделать. Не подстанет. Как не забрать. И как результат Мипа получает ультра килл. Это очень много. Это очень много опыта. Это очень много золота. И сейчас он разгонится нереально. По уровню он уже имеет 17-й. Ну что для Мипа вполне себе нормально иметь. На нескольких уровней больше, нежели соперник. Но тем не менее. По золоту также он опережает достаточно солидно. Что сейчас будут делать? Сформить себе пику. Тут у Мипа по талантам воперес качан. Так что он еще и хилится очень жестко в файте. И уже прям так пробить быстренько. Иначе он... Ну стандартный талант такой. Не знаю. Да, просто так отхилиться. Нападение на Вилера. На самом деле Мипа так и не вспомнил. Вот за последнее время. Которые ко мне залетали в матчи. Хотя матча было там в принципе немного за период прошлого месяца. Но вот... Да, все-таки наверное такой оптимальный выбор по талантам. У нас сейчас у Вихи. Ну в общем по графикам у нас ситуация все равно равная. Плюс или минус. Пока что обе команды совершают какие-то ошибки. Где-то играют неплохо. Но все это не оказывает никакого решающего влияния на игру. И скажем так по такой игре я бы сказал, что в любой момент может случиться ошибка, которая решит исход ее. Но пока что, пока что еще не так много артефактов. Не так сильно страдают вышки. Но чем больше идет игра, тем выше вероятность такой ошибки. Мне кажется, что так и будет. Кто-то совершит какую-то серьезную ошибку. Проиграет ключевую драку. И этим проиграют игру. Ну во всяком случае обычно так такие игры и заканчиваются. Выход Мипаря с Луны на нижнюю линию. Очень быстро ломают вышку. Здесь конечно тягаться в уроне по вышкам вот этим двум персонажам. Виверо и ОД с Мипарем и Луной. Как-то совсем смотрится не очень круто. Ну да, такие есть. Там пытаются скаталов подпушить на топе, но... У нас здесь буквально за... Секунду спушили товар снизу. А в треке на топе товар даже пол хп не потерял. Но по-прежнему тенденция в том, что саппорты команды Лондон... Посильнее саппортов команды DC она сохраняется. Разве что здесь такие суппорты... Ну вот Shadow Demon вообще крайне мало надо для того, чтобы быть успешным. Но вот Ускару можно конечно какой-то блинк прикупить. Но тоже для него больших проблем нет. Он свою задачу делает. Он дает сноубол. Главное сноубол на самом деле. Все-таки вот у нас были удачные хуки уже по Резолю дважды или трижды. Но всегда был подсейв в виде Ускара или же Shadow Demon. Это большая проблема. Потому что вроде бы поймали Резолю, вроде далеко от команды. Вроде бы уже почти убили. Но подсейв и после все идет на перекосяк у команды Вонтед. Чекнули Рошана. Не фармит ли его там Мипа в одиночку. А такое может быть на данной стадии игры. Уже пошел Абуз Shadow Demon плюс Луна. Ну а почему бы и нет? Абуз как бы работает как и раньше. Тир-1 спушивается. Мизери забирает вышку иллюзиями. Ну и такое ощущение, что в легкой прострации у нас Ванта думает, что им делать. Но ППД, я уверен, примет хорошее решение. В итоге Никс Ассасин уходит отсюда. При этом есть Вард, который мог его видеть. Становится в Рошпит. Туда же подтягивается ППД. Дает немножко маны. Ну, сейчас что-то назревает. Прям видно, что что-то будет. Команды не хотят уходить. Может быть и лучше было бы где-то уйти, пофармить. Но они не хотят этого делать. Они хотят драться. Они уже заряжены на эту драку. Борис видит... Мипаря, Shadow Demon. Пошел спорти сюда, давать информацию. Находит он Мизери, конечно. Но Мизери здесь не один. А там Мипа уже ворвался на Джио. Джио, довольно-таки неприятно. Пошел у нас дизмембер по Мипарю. Но Мипарь здесь пока слишком сложная цель для команды. Есть здесь вакуум. Есть по цели у нас тем временем ОТД. Стенку смолвить сверху. Ну и, в принципе, ОТД погибает. Уже 2 килла сделали здесь DC. Третий килл тоже здесь сделан. Ну и, в принципе, победа только простая в этом файте для команды DC. Да, хорошая инициация от Вихи. Параллельно с этим начинал Вивер. Но Виха начал интереснее. И хватило ему ХП для того, чтобы пережить все раскасты. Спокойно. Знаешь, вот тут в итоге файт река подкрываю. И внесено урон от команды Вантед 8500. Убитых героев 0. И это большая проблема. Не хватает урона по тем героям, которых они бьют. Все-таки вот Мипарь слишком толст. Ну, я бы сказал, что да. Они бьют еще и, получается, что несколько клонов. Ну, то есть, не то, чтобы они тратят свои неэффективность пылы. Но эти рекапы не совсем объективны. То есть, стан залетает по 4 Мипарям. Да, это круто, конечно, безусловно. Но он наносит в 4 раза больше демеджа. Но при этом, если ты ни одного из них не убиваешь, а всех оставляешь битами, этот демедж, он тратится в пустую нападение на Дарксира. Подкрывали. Дарксир, Сурдж. Очень больно Дарксиру. Очень больно. Вивер ультует. У Вивера дабл демедж. Это может быть очень неплохо. Нападение на Рубика. Рубик погибает. Кьё. Виверу, Виверу. Большие проблемы у Вивера. Вивер отступает. Тут рейдбосс Виха. Врывается файт. Уже запупался. Там вот эти, похоже, похоронил, потому что цевить его здесь будет крайне сложно. Ходить форстаф. В принципе, неплохо. Здесь подкопщик. Хотя, знаешь, на самом деле, отличный вот этот файт. У нас вроде бы от Вонтед выкукали. Здесь Мипарян, но слишком толстый. Ну, не хватает здесь урона. Дэд пытает сражаться. А теперь форса у него нет. И он погибает. Поймали, тут еще и Патрисса. Борис пытается. Пока от них с Карапасами сбивает. У нас Айегис. Ну, это все еще Айегис. И тут уже Луна готова бить базу. А если пойдет вышка, то база пойдет очень быстро. По другим вами, да еще иллюзии есть. Вот есть байбэк. Но ультимейта нет у ВД, если что. Сейчас вот 50 секунд. Хук по Мизери. Неплохо. Мизери, конечно, нажимает цевит. Джио подцепили. Джио неприятно. Варлз панч. И, в принципе, он там пока сверху повисит. Прикольно так поставили, конечно. И все-таки выживает. У нас, кстати, Мизери. Здесь добивают. Подцепили Резоль. Поля Резоль неприятно. Пошел подковщик по Резоль. Резоль в таверну. Но известует у нас здесь Виха. Ловит Бориса. И Виха пока один против всех сражается. Как лев, как царь. Но, похоже, раскатят. Похоже, убьют. Да, это минус. Мудмитр бывает уже с таверны. Но поздновато. И в итоге Мун еще раз туда отправится. На самом-то деле, уж слишком дорого далась эта вышка. Ладно бы сторону спушили. Можно было бы еще оправдать. Но, как за вышку, дороговато здесь. DC заплатили. Да, безусловно, слишком дорого заплатили DC. И Аегис отдали. И Мипаря отдали. Еще Мунминдер. Ну, вот доля секунды. Ворвись Мунминдер чуть пораньше. Дай этот вакуум. Играй в Зы. До того, как Мипа погиб. Могла бы получиться шедевральная драка. Игра бы, в принципе, закончилась. 10 тысяч урона нанес Мипа. Но все остальные герои, конечно, в сравнении с ним крохи. 23 тысячи урона на 23 минуты от команды Вантед. Даже учитывая то, что там был урон по Мипарям. Это очень много. И тем не менее... По-моему, что-то подловили Мизери. Ну, это конечное. Для Мизери не пережить. Не знаю, зачем, по-моему, Вар поставил. Он чувствовал, видимо, что за ним вышли. Да, поставил Вар подсветить, спрятать кого-то. Но ничего не успел сделать. Вообще, конечно, DC, но вот, опять же, чувствуется, что играет еще не до конца собрано. Если сравнивать их лучшие игры, ну, здесь, конечно, и близко не стояли. То, что позволяет себе Мунминдер, это из ряда вон. Сколько раз он уже влетел, подставился, нафидел. Ну, не сосчитать в этой игре. Он всегда, конечно, играет агрессивно. Но есть большая разница между тем, чтобы агрессивно играть и фидонить. Ставится Вард. Очень хорошая позиция. Очень хорошая позиция. Пошел тускарчик. Да. Здесь, конечно, Резоль не успел своим кентавром подсейвить. Могла получиться шикарная. Шикарный момент мог получиться. Хотя, Тусика все равно не в зеленка. Ну, отличная атака, собственно, выход. Поставили Вард, посмотрели и спокойно забрали. Все как по учебнику. А DC опять не ожидают вот такого выпада. И уже в контратаке игроки команды Вандед. Хотя они проигрывали буквально пару минут назад более 10 тысяч. Но что мы видим сейчас? Сейчас ситуация меняется кардинально. Уже они сами атакуют. Уже это преимущество составляет, ну, 6 с небольшим, а то и меньше. После... Да, уже вот обновляются графики. Вот по опыту совсем мало. Ну да, на самом деле такая дота весьма активная. У нас 43 фрага за 25 минут. И даже такие качели у нас своеобразные в данном матче. Качели, карусели. У нас PPD такой прям отважный. Но как-то даже не верят в то, что он настолько наглый, что он здесь соло линию отпушивает. И на него даже не сделали попытку нападения. Я бы сделал блинкаут и телепорт. Ну, вообще игра вот эта вот отпушь линию саппортом. Это достаточно простая вещь, которой, ну... Которой владеют, скажем так, многие хорошие игроки. То есть, если, даже если посчитать, там, сколько потратит команда, если она будет за ним гоняться, это очень-очень много. Притом, что получит она за него, в целом уступая, Вантед отдадут за этого Рубика очень-очень мало. Поэтому брать его вообще, там, выходить за ним не хочется. Поэтому он смело идет и пушит линию. Если найдут его, конечно, там, как-то быстро, ну, убьют, но ничего страшного. А нет, он сможет отпушить линию. Врывается ОД, убивает быстренько иллюзии Луны. С иллюзиями нужно что-то делать определенно. Потратил сейчас Астрал. Я бы на его месте, конечно, очень аккуратно тратил этот Астрал. Это важнейший сейф. Один из... Из блинка врывается. Вот, на самом деле, сейчас 8 грамм... Ой, тут Кио так очень размял, солидно. Тут очень грамот сейчас все сделали DC. Они загорают последний тауэр внешний. И вот отправят сразу на фонтаны. И это очень сильно сейчас помешает Вантед, потому что не получится выйти в спину, как они это делали ранее, с этими телепортами на шрайны. Теперь придется играть от дефа под базой. Ну, в общем-то, с этим смирились уже, по-моему, Вантед. Отдали спокойную вышку, сразу же отступили, там, отхилялись. Но, похоже, хотят дать бой на последнем фонтане. Или все же... Да, это... Она подраться. Это тот самый момент, про который часто тоже мы говорим. То, что всегда, когда тебе спушили все Тер-2, вместо того, чтобы отдать вот этот фонтан, ты можешь на нем подраться. И зачастую можно на нем подраться очень-очень неплохо. Так как все-таки... Он еще и полный, так что тут прям можно очень хорошо подраться. Ну, вот... Мы даже для этого прожали. Поэтому как раз и можно. Видит Курьера. Вивер подходит. Ой, все супер криво. Фонтан должны отдать. Ну, знаешь, ультрезоль тоже не очень залетел сейчас. Но так, частотой от Шрайна. Шрайна в итоге заезд. Дали подкоп неточный. Пока все мимо залетает. Какой кошмар. Мизерей, довольно-таки приятно. Мизерей по Севелизу, из-за этого у нас Санит Эклипс, но не заряженный. Есть в артус-матч у нас по QO, QO в таверну. Также у нас таверне три героя уже команды DC. Погибает сейчас сверху пуш, байбэк у нас от Вивера. Кстати, гейм дропнули. Убивает у нас ОД, кстати, который был у нас после байбэка. Резоль не подстанет, но Резоль без маны и, в принципе, Борис должен спасаться. А у нас там уже вернулся файт Чиси, который выезжает у нас за Резолюшиным. Но догонит ли он Резоля? Кстати, Резоль у нас подобрал в итоге гейм, но, похоже, его не отпустят. Там будет Линк, будет Форстав и, в принципе, Нюкс его не отпустит. Это минус Резолюшн. Байбэк у нас тем временем от Шадов Демона, который, ну, явно не успевал подсевить здесь Резоль. Так что байбэк в никуда залетает. Ой, мипарь, потратил пуф. Ну, нет, он слишком силен, за ним не хотят выезжать. Да, вот это один из примеров того, почему на этом фонтанчике можно подраться. На лоу хп святыни использовали ее, выпили огромное количество хп, маны. И вот, ну, не хватило чуть-чуть для того, чтобы просто разорвать там DC. Очень опасная ситуация. Эти фонтаны нужно ломать очень аккуратно. Ну, особенно, когда он был заряжен, потому что... Там он буквально только что наполнился святой водой. Если он не заряжен, то, в принципе, можно ломать его смело. Можно было бы все спокойно здесь сделать. А так в итоге и байбэк, ладно, от суппорта он не страшно, но потеря гема очень сейчас неприятна для команд, так как там и глимеры, и два инвизера, и нужно что-то с ними делать. Для русских глимеров там нет. Глимер у нас в краске был лучше, это у демона. Ну, в любом случае, вот это не покупали. Это неприятно, потому что теперь этим глимерам нельзя так эффективно подсевить. Ну, гем — это, безусловно, большая потеря, и мы видим, что, несмотря на потерю своих святынь, преимущество менее 10 тысяч, а значит, играть можно. В любой момент может случиться драка, в которой у Дэ там даст хорошую ульту, либо отличный подков даст Никс, и все перевернется. Что-то сворует Рубик. То есть есть хорошие геймченджеры. Уонтед герои, которые могут кавэчить, могут тащить. Да и преимущество DC. Ах, не получилось. Но пытался, пытался. У Луны уже есть БКБ, Вивер тоже свой БКБ фармит, но он байбекался в последней драке, поэтому ему немножко тяжело. Без БКБ, конечно, очень тяжко, слишком много мак-урона. Там еще и Хекс сейчас будет готов у Вихи. Ну, кстати, Рошана стояние у нас будет скоро, хотя до Рошана еще целых 2 минуты. Ну, вот готовится. Пытается выйти в спину у нас. Тем временем здесь DC, весьма-то интересные макаратаки. И на самом-то деле может все получиться хорошо. Да, есть. У нас стенка стяжка, очень больно. У нас ОД, ОД погибает. Почти мгновенно. Есть у меня байбек, но это, в принципе, не суть важно. У нас там подвыкукали немножко Вивера, но... Ой, Вивера, конечно же... Мипа. Подвыкукали у нас там Мипа, но его так просто не взять. Да, я бы сказал, Путш вообще не обрадовался, когда увидел, что хуканул именно Мипа. И Вивер тоже бежал там скорее, отступал на базу, но ни в коем случае не собирался с ним драться. Ошибка от Кио мы видим уже в который раз, опять же... Ой, Борис. Осторожно, Борис. Он с гемом. Сентри. 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 А, нет, там Луас Варп. Упс. Видишь, что нету Сентри. Да, нету вообще ничего. Никакой просветки нету. Заходит. И не такое бывает. Играешь против двух невизеров, не попасть на просветки. Но вот есть байбек. В принципе, глифа нет. И решили... Вивер погибает без байбека, Вивер, 8 секунд его не будет. А это очень неприятно. Потому что падает у нас верхняя сторона. Пытается у нас выйти в спину Борис, но у Бориса ничего не получилось здесь делать. Байбек от Рубика, но Рубика тут будет мало. Хотя, на самом деле, и ОД здесь тоже будет мало. А Пуш в таверне без байбека на пару с Вивером. И тут еще и трипл-кил для Вихи подъехал после байбека. Погибает у нас Рубенчик. Борис сражается. Борис пытается здесь что-то сделать. Но, увы, не получается здесь ничего. Ну и Киолас погибает. В принципе, это такая вот победа. Как ты говорил, ошибка и все. И победа. Ну да, но скорее здесь все-таки реализовали свое преимущество. То есть это не была не какая-то спонтанная ошибка. Все-таки DC давили на протяжении всей игры. Да, пусть они ошибались. Но в целом, я бы сказал, что они были сильнее настолько, что, несмотря на эти ошибки, смогли практически всю игру ввести ее первым номером. Что довольно важно, конечно. Но есть куда улучшить свою игру. Но что касается Вандед, им тоже совершенно очевидно есть куда расти. То есть очень много таких вот загулов от того же ОД. Очень неосмотрительный, я бы сказал, играет Кио. То есть иногда там тратил Астрал, и потом его убивали из-за того, что Астрал не в КД. Но игра получилась интересная. И достаточно неплохое впечатление, как вот от одного из первых появлений команды Вандед. На всяком случае, на таком крупном турнире. Ну да, посмотрим, что у нас будет дальше. У нас все-таки формат Best of 3. И кто знает, с такой игрой могут и ничью сейчас сыграть второй матч. Потому что здесь все-таки... Ну не сказать, что прям здесь все-таки явные фавориты. Хотя вот изначально перед матчем они таковыми являлись. Учитывая то, что это совсем новый состав, который еще даже не...